Вот я сегодня хочу, чтобы мы вместе с вами поразмышляли над одной темой, над одной вещью, которая, возможно, пребывает в нашей жизни или не пребывает, но тем не менее, давайте мы вместе с вами будем смотреть и читать из книги Судей. И в начале 13 глава, и с 13 глава, с 24 и 25 стих. Книга Судей, 13 глава, 24 и 25 стих. И родила жена сына, и нарекла ему имя Самсон, и рос младенец, и благословлял его Господь. И начал Дух Господень действовать в нем, в стане Дановом, между Цорою и Естаолом. Посмотрите, женщина рожает ребенка, называет его, дает ему имя Самсон, и Господь начинает благословлять этого ребенка. Здорово! Кто бы так хотел? Чтобы вас, да, когда вы только родились, вот так хотели бы, вот вы только родились, и вас Господь уже начал благословлять. Не потом, не через там 30-40 лет, когда жизнь уже вот так вот вся перевернулась, перекрутилась, где-то понадломалась. А вот так родился, и Господь тебе с самого рождения, только тебе имя дали, и Господь начал тебя благословлять. Здорово, да? Здорово, да? И вот Господь действовал через Самсона. Дух Божий действовал в нем, в стане среди народа. А как Он действовал? Сейчас мы с вами посмотрим. Вот я, знаете, какую мысль сразу хочу запустить? Что вот смотришь, одних людей Господь благословляет, других нет. Смотришь, в одних людях Господь и Дух Божий действуют, а в других нет. Или смотришь, сначала в одном человеке Дух Божий действовал, а потом раз и прекратил действовать. Вот почему так? Еще хочу задать вопрос вам для размышления. А действует ли Дух Божий в вас? То, что вы действуете, как люди, это видно. Видно. А Дух Божий в вас действует или нет? Если не действует, то почему? А если действовал, а сейчас не действует, то тоже вопрос, почему? Вот об этом мы сегодня будем размышлять. Посмотрите. Женщина родила мальчика, назвала его Самсон, Господь начал благословлять, а потом Дух Божий начал в нем действовать. И как действовать? Давайте мы посмотрим, вот как это происходило. Буквально начнем 14 глава. Посмотрите, пятый стих, следующая глава. То есть, как действовал Дух Божий в этом человеке. И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своей Фимафу. И когда подходил к виноградникам, Фимафским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему. Я хочу, чтобы вы представили картину. Вот я хочу. Представляете, вы идете, и вдруг навстречу вам выходит молодой лев. Ни львенок, ни кошка дорогу перебежала черная. Молодой лев, не старый лев, такой уже все идущий на покой. Молодой лев. И он вышел навстречу, он не просто прогуливался, он искал добычу, и вы попались ему на пути. И чтобы было с вами. Молодой лев. Посмотрите, шестой стих. Конечно, мы как люди, мы не смогли бы справиться с ним. Это глупо сказать, да я сейчас этому льву кости пересчитаю. Никто из нас по-человечески с молодым львом не справится. Или есть такие смельчаки? Завтра сходим в зоопарк. Посмотрим. Но смотрите, что происходит. Шестой стих. Дух Божий начал действовать через Самсона. И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка. А в руке у него ничего не было. То есть он просто взял этого льва, так вот, за гриву, тряханул его хорошенько, и как козленка растерзал. И написано, что это не было человеческое действие. В Библии сказано, что сошел на него Дух Господень. И мы прочитали в 13 главе, что начал Дух Господень действовать в нем. Посмотрите, как действует Дух Господень. Дух Господень действует сверхчеловеческих сил. Человеческие силы здесь не имеют никакой роли. Вы можете себе представить, так свободно он взял льва и растерзал, как козленка. Так вот, за гриву, раз, тряханул, и все. Здорово, да? Вот Дух Божий, он действует не так, как Дух человеческий. Давайте еще посмотрим, как же Бог действовал. Но 15 глава идет описанием одной истории. Я не буду вдаваться в подробности, не об этом я хочу говорить. Но я просто хочу показать, как Дух Божий действовал в нем. И 4 стих, 15 главе. И пошел Самсон и поймал 300 лисиц. Просто так, пошел Самсон и поймал 300 лисиц. Тут одну не знаешь, как бы ее... Мы одну лису увидели. О, лиса, лиса, лиса! Все, включаем эти фотоаппараты. Вон, лиса, лиса побежала. Где? Вон, вон! А он просто пошел, у него был план. Он просто пошел в лес и поймал 300 лисиц. Можете себе представить, как он их ловил? Как поймать лису? Даже бегать надо за ней? Или ты вот так... Лиса, 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 лиса... Так же не получится. Мы так... Собаку еще можно так и то. Не всякого пса. А он просто взял, поймал 300 лисиц. А лисицы и лисы, они еще... Они же ведь... Это же не птичка такая, воробушек. Они кусаются, у них есть оскала, они могут укусить, и причем серьезно. А он что делает? Посмотрите, он пошел, поймал 300 лисиц, взял факелы, связал хвост с хвостом и привязал факел между двумя хвостами. То есть он еще их связывал. Иди, раз, иди. И они не причинили ему никакого вреда. Друзья мои, это не сказка. Библия говорит нам о том, что Дух Господень действовал в Самсоне. И он делал вещи, которые человеческому разуму далеко, непонятны. И так действует Дух Господень. Вопреки всему тому, что люди говорят. И там написано, но так он сражался с филистимлянами, так он был судьей, он пытался освободить израильский народ от власти филистимлян в то время. Зажег факелы, пустил их на жату филистимскую, и выжег и копный, и нежатый хлеб, и виноградные сады, и масличные. Давайте еще посмотрим, как же Бог действовал через него, как Дух Божий действовал. 16 глава, с первого стиха. Пришел однажды Самсон в Газу, и увидев там блудницу, вошел к ней. Жители Газы сказали, Самсон пришел сюда. И посмотрите, мы можем видеть, что Самсон не был совершенным человеком. Но видите, вот к кому он пришел? К кому зашел? Да, жители Газы сказали, Самсон пришел сюда. И ходили они кругом, и подстерегали его всю ночь в воротах города. И таились всю ночь, говорят, до света утреннего, подождем и убьем его. Представляете, угроза жизни. И ты вдруг понимаешь, что тебя в городе, целый город хочет убить. Что ты будешь делать? То есть тебя хотят убить, что будешь делать? Ищут тебя, а? Прятаться и, конечно же, звонить в полицию, 0-2, чтобы как-то сохранить свою жизнь. Посмотрите, что делал Самсон. А Самсон спал до полуночи. В полночь встал, схватил двери городских ворот, с обоими косяками поднял их вместе с запором, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути Хеврон. Посмотрите, опять мы видим Дух Божий, как действовал. Он взял городские ворота. Послушайте, это не вот эти вот двери ПВХ, там, или картонные такие двери, двери мы. Это городские ворота. Огромные, двустворчатые ворота. Засов. Как вы думаете, какой? Шпала, две, наверное, да? Как шпала засов. И он просто взял вместе с косяками, перекладином. Бог просто сорвал эти ворота и еще забежал, не с горки спустился с ними налегке, а в гору, занес их на гору. И люди не знали, потому что город теперь без ворот, все, это беда пришла. Вот Бог действовал так могущественно. Еще мы можем увидеть в 15 главе, посмотрите, тоже очень интересно. 15 глава, 15 стих. Нашел он свежую ослиную челюсть и, протянув руку свою, взял ее и убил ею тысячи человек. И сказал Самсон, челюстью ослиную толпу, две толпы челюстью ослиную убил я тысячу человек. Нашел где-то ослиная челюсть и этой ослиной челюстью тысячу. И это не человеческие усилия. Вы видите, да? Дух Божий действовал в нем. И мы видим из этой истории, что действие Духа Божия, оно превосходит человеческие действия. То есть человек не может делать то, что может делать Бог в человеке. И даже мы смотрим, кто сталкивался с этой проблемой, наркотики или алкоголизм, по-человечески люди не могут. Даже врачи говорят, нет бывших наркоманов. По-человечески невозможно. Но если Дух Божий начинает действовать, то все возможно верующим. Все возможно верующим. Ну, я хочу, вот я вам показал, что мы видим, что в Самсоне Бог действовал. И Дух Божий действовал в Самсоне. Но я хочу сегодня поговорить, почему? Почему? В одних людях Бог действует, Дух Божий действует, а в других нет. В других только какие-то человеческие усилия, человеческие потуги. А Бог не действует. А в других наоборот, ничего человеческого. Смотришь, Бог действует, делает такие вещи, и удивляешься, думаешь, вот это да, вот это да, вот точно так никто бы не смог, как Он. Почему? В чем причина? А я хочу, чтобы мы с вами посмотрели, как пришло. Был Самсон каким-то особенным? Нет. Я вам сразу скажу, нет, обыкновенный человек. Был он совершенный? Нет. Он не был совершенным. Видим, что он совершал глупости. Потом за эти глупости он и поплатился, если вы читаете историю. В дальнейшем он любил захаживать к женщинам, и вот одна из таких женщин, к которой он пришел, и она открыл ей сердце, и она предала его, и в конечном итоге ему выкололи глаза, стригли волосы, выкололи глаза, и он был как раб. Мы видим, что он поплатился. Он не был совершенным человеком. Так в чем же тогда заключалась вот эта тайна силы? Почему он имел это? И почему мы это не имеем? Я хочу сегодня показать вам. Давайте мы посмотрим с вами. 13 глава. Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет. В то время был человек из Цоры от племени Данного именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей, вот ты неплодная и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. И дальше. Итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет на заре Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян. Посмотрите, Господь является к женщине, к матери Самсона, еще когда Самсона не было, и говорит, женщина, ты никогда не рожала, но ты родишь. И я хочу тебя уведомить, ангел, я хочу тебя уведомить, что ребенок этот будет, будет, он будет в особом положении. Бог будет действовать. Он от самого чрева, от самого рождения будет назореем. Он будет помазанником Божьим. И Божий Дух будет действовать в нем. Но что говорит ангел ей? Что для этого нужно? Нужно что-то делать. Что? Берегись. Он ставит условия. Он говорит, но для этого ты должна сделать некоторые вещи. ты не должна, что мы здесь увидели? Нельзя подстригать его. Нельзя ничего пить, ни секера, ни вина, и не кушать ничего нечистого. Бог выдвигает условия. Он говорит, вот есть условия, родиться, ты родишь, будет мальчик. И он будет спасать Израиля, и в нем будет действовать Божий Дух, он будет назарей Божий. Но условия, берегись, смотри, не ешь ничего, ни секера, ни вина, ничего нечистого, и бритва не должна касаться его головы. Посмотрите, что дальше происходит. Жена, вот жена молодец, она пошла к мужу. Жена пришла и сказала мужу своему, говорит, человек Божий приходил ко мне. Шестой стих. Вид его, как вид ангела Божия, весьма почтенный. Я не спросил, откуда он. И он не сказал мне имени своего. Он сказал мне, вот ты зачнешь и родишь сына, и так не пей вина, и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо младенец самого чрева до смерти своей будет назарей Божий. Представляете? И она пересказывает это. Она говорит, до самой смерти наш сын, который родится, будет назареем, через него будет действовать Дух Божий. Он сказал мне, что для этого нужно, и опять говорит, вина нельзя, секеры нельзя, ничего нечистого нельзя есть, и бритва не должна касаться его головы. Нужно было соблюсти какие-то условия. Да, правильно мы читаем? Правильно? Смотрите, восьмой стих. Мы говорим с вами, почему Дух Божий начал действовать. Что, что повлекло, какие причины того, что Бог действовал. Маной помолился Господу, отец уже, и сказал, Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого послал Ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем. И услышал Бог, голос Маной, и Ангел Божий опять пришел к жене, когда она была в поле. И Маной, а мужа ее не было с ней, жена тотчас побежала, известила мужа своего и сказала ему, вот явился мне человек, приходивший ко мне. Маной встал и пошел с женой своей, пришел к этому человеку и сказал ему, ты ли тот человек, который говорил с сею женщиной? Ангел сказал я. И сказал Маной, итак, если исполнится слово твое, как нам поступать с младенцем, с им, и что делать с ним? Ангел Господень сказал Маной, пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене. Пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза, пусть не пьет вина, и секер, и не ест ничего нечистого, и соблюдает все, что я приказал ей. посмотрите, что происходит. Бог заключает соглашение сначала с женщиной, дальше с матерью, дальше с кем? С отцом, а потом он заключает еще соглашение с ними, с двумя. И соглашение заключалось, вы не должны ни есть, ни пить, и когда он маленький, не подстригать. И когда он вырастет, вы должны научить его, чтобы он не ел нечистого, не пил от плода виноградного, секеры не пил, и не брил волосы на голове своей. Мы видим с вами, в чем причина того, что Самсон обладал силой, что Дух Божий могущественно действовал в нем. В чем являлась причина? В чем, братья и сестры? Завет. Исполнение завета, исполнение завещания, которые они заключили. Ну, например, вот стоит гитара. Алым, что нужно, чтобы эта гитара играла? Завет нужно с ней заключить. Знаете, да? Она просто так не будет играть. Какой завет? Первое. Нужно настроить гитару. даже если она есть. Если у тебя есть гитара, это еще не значит, что ты на ней сыграешь. Она должна быть еще правильно настроена. Кто знает, как настраиваются струны на гитаре? Раз, два, как? Три. Первая струна, как? Какая должна быть, сестра нота, первая? А-то просто крутить надо, да? И типа она настроится сама. Нет! Есть соглашение, вы должны с гитарой соглашать. Какое? Должна правильно настроиться гитара. А как? Первая струна, их шесть, ми, потом си, потом соль, ре, ля, и снова ми. И только в таком положении гитара может издавать правильные звуки. Но если вы все как вы хотите, у вас ничего не получится. Даже пусть это будет самая крутая гитара. Нужно обязательно выполнить условия миссии соль, ре, ля, ми. И тогда она будет играть. Что-то подобное произошло и с Самсоном. Родители заключили соглашение с Богом. Бог выставил им условия. Он сказал, да, ваш сын, они не имели ребенка, у вас будет ребенок, но я хочу, чтобы он был особенным. Я хочу, чтобы Дух Божий действовал через него. Но для этого вы должны выполнить условия. И мы заключим с вами соглашение. я обязуюсь, что буду действовать в нем. Вы же должны выполнить не пить ни вина, ни секеры, не есть ничего нечистого и не стричь его. И когда он вырастет, вы должны этому научить его. Аминь. Не, не, вы как будто заключаете. И мама с папой сказали, аминь. Но даже этого недостаточно. Еще нужно знать аккорды. Если вы настроили, научились настраивать гитару, даже есть такие штучки сейчас настраивают, не на слух, тюнер. Раньше в советское время на слух настраивали, сейчас уже не обязательно слух-то иметь, уже тюнер сам все тебе настроит. Но если ты хочешь играть на гитаре, и она, чтобы издавала правильный красивый звук, нужно еще знать аккорды. Это тоже условие соглашения. Ты скажешь, я знаю три блатных. Кто играет на гитаре, ты понимает. Три аккорда блатных я. Ну и все. Но их не три аккорда, их много. В чем заключалась то, что Дух Божий действовал в Самсоне. Завет. Сила, которой обладал Самсон, заключалась в завете, который был заключен между матерью, отцом и самим Самсоном с Господом. Сила в завете. Не в том, что он был особенный. Не в том даже, что у него были волосы. Можете себе представить, мужчина, которому там 30 лет, 40 лет, он никогда не подстригался. Просто представьте. Вот я подстригаюсь раз в месяц, не знаю, сколько вы. Просто представьте, вот 40 лет и я никогда не подстригался. Какие вы были у меня волосы? Посмотрели на мне странный пастор у вас тут. Такой хвост тянется, знаете, волос. И он и выглядел странно. И когда дело уже подходило там к концу, к развязке, и все потом так и думали, что сила в волосах. Вот это сила у него из-за того, что у него волосы такие. Нет. Сила была в завете, который они заключили. Нужно было выполнять. И что произошло? Нарушение завета повлекло, привело к тому, что сила Божья оставила Самсон. Дух Божий перестал действовать в нем. Нарушение завета. А что произошло? А вы знаете, когда он убил льва, и там написано, он маме с папой не сказал. И льва так в кусты. А когда шел обратно дорогу, то он решил заглянуть, посмотреть на мертвого льва. И он раз туда заглянул, смотрит, а там пчелы, дикие пчелы, они сделали улей в мертвом льву и мед. И он увидел лев, и он увидел пчелы, и он увидел мед. и он решил взять этого меда. Что нельзя было делать? Это была не чистая пища. Мед соприкасался с трупом. Нельзя было этого, это не чистая пища. Но он взял этот мед, ел, и еще дал отцу и матери. Что произошло? Нарушение завета. Понимал Самсон, о чем идет речь? Понимал. Мать и отец не знали, они приняли как от сына. Но Самсон знал. Он нарушил завет. Ну, вроде бы, что такого? Ну, Господи, ну, что здесь? А знаете, а там дальше, дальше, дальше. И вот он с выколотыми глазами. Он уже не мог видеть, потому что глаз уже не было. Он был как вол. Люди смеялись над ним. Потому что уже Дух Божий не действовал в нем. Так происходит. Когда в нас действует Дух Божий, и действует, и мы-то знаем свою жизнь, мы где-то переступаем через какую-то черту, а Дух Божий продолжает действовать. Он раз где-то зашел там к блуднице, переспал с ней, а потом пошел раз и двери, а сила-то не ушла, а сила-то есть. Ха! Я ж такой, видать, особенный человек, Самсон, что Бог закрывает глаза на то, что я к блудницам хожу в газу. Я особенный. Посмотри, я сходил, переспал, а сила не ушла, я ворота. И смотрите, я же вот, вот не так давно я ел нечистую пищу, но я все равно остаюсь сильным. И уже потом Долида, убаюкивая его на коленях, спрашивает, Самсон, ну в чем сила? Он говорит, в волосах. Он открыл ей сердце свое, и она стригла волосы. произошло, он позволил ей сделать это. И он стал обыкновенным человеком, обыкновенным. Посмотрите, как только он стал обыкновенным человеком, все, он больше не мог сопротивляться, он больше не мог одерживать побед. Я не знаю, хотели ли бы вы такой жизни. Мы в мире не одерживали победы, все время проигрывали, но когда мы пришли к Богу, Бог с каждым из нас заключил завет. Знаете? Какой? Что за завет заключил Бог с нами? Новый завет посредством чего? Посредством крови. Новый завет, он заключил с нами, как только мы покаялись, через это он заключил с нами новый завет посредством крови. Что это значит? Это значит, проклятие на нас не действует. Сегодня сестра одна пришла, вот мне там подкинули вещь, вся в иголках, в каких-то завязочках. Что мне делать? Что мне с этой шубой делать? Что мне делать с этой вещью? Мне под коврик бросили. Что мне делать? Друг, брат и сестра, ты в завете со Христом, и если ты с ним завете посредством его крови, никакое проклятие больше не имеет силы над тобой. Дьяволу, чтобы прийти к нам, ему нужно прийти сначала ко Христу. Он не может прийти к нам напрямую, как раньше. Ему нужно подойти ко Христу и спросить разрешение. Бог посредством крови заключил с нами завет на кресте при гвозде все наши грехи, проклятие, наказание. Кровь, говорит, моя, она очистит вас и осветит. Очистит и осветит от всякого греха. если завет послушайте всегда заключается если завещание или завет это всегда в нем всегда присутствуют две стороны. Согласны? Муж и жена они в завете и у них две стороны заключают завет. И Бог говорит я благословлю ваш брак. вы будете счастливы в браке. Кто хочет быть счастлив в браке? В чем проблема? А в чем у вас проблема? Ты говоришь я хочу, а ты хочешь продолжать быть счастливым. Ты скажи я сейчас спрашиваю кто хочет быть счастливым в браке? Вот недавно пришла семья одна мы беседуем с ними они ссорятся друг с другом ссорятся ссорятся я говорю слушайте ну у нас и так хватает всяких проблем бытовых там на работе то здоровье то еще что-нибудь еще в семье вы себе устраиваете головную боль ну брак это же такое замечать такая же замечательная вещь где ты можешь среди всех вот этих вот хлопот забот бед несчастья ты можешь быть счастливым прийти домой и быть счастливым со своей женой со своим мужем ну и мы еще и там себе устраиваем проблемы а все из-за чего я не хочу и я тоже не хочу я не буду и я тоже не буду завет ну вы же заключили завет и а Бог говорит заключите завет я благословлю вы будете счастливыми правильно а в чем заключался завет мужья любите своих жен как самих себя жены повинуйтесь своим мужьям как господи не хочу что я буду ему я что рабыня из аура ну давай мучайся тогда брак твой завет всегда две стороны ты гитара хочешь играть на гитаре выполни условия которые гитара требует и мы заключаем завет с Богом как и родители заключили завет с Богом по отношению Самсона и мы также в новый завет в крови он говорит очистит кровь и осветит вас и проклятие не будет действовать и дьявол враг не имеет доступа и сила моя и дух мой будет действовать через тебя через твои уста через твои руки возложат руки на больных и будут здоровы о ком это сказано о ком о нас с вами как это так мы же привыкли болен ли то иди в больницу к педиатру к хирургу а этот говорит возложите руки на больных и будут здоровы о чем идет речь речь идет о действии Духа Божия через тебя а бесы мы раньше от бесов бегали не знали что делать а сейчас противостоите твердой верой и он убежит от вас и все это благодаря завету смертоносное что выпьют не повредит они ходят там эти ешки читают а этот пришел помолился и все и пища освящается Словом Божьим и молитва что это действие Духа Божия один говорит а вы там воду освящаете с баночкой освятите водички я говорю у меня из крана святая вода бежит как это так я говорю вот так включаю кран и она как побежала святая освященная и я черпаю может продавать ее начать почему потому что освящается Словом Божьим и молитвою и если я молюсь благословляю она святая да или нет ну так написано но всякий завет и это завет но всякий завет он имеет две стороны очистит и осветит вас если а что если если ходим во свете подобно как он во свете имеем общение друг с другом и если исповедуем грехи наши первое Иоанна давайте мы мы прочитаем это первая глава первого Иоанна с пятого стиха и вот благовестие которое мы слышали от Него и возвещаем вам Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы если мы говорим что имеем общение с Ним а ходим во тьме то мы лжем и не поступаем поистине если же ходим во свете подобно как он во свете то имеем общение друг с другом и кровь Иисуса Христа Сына Его очищает нас от всякого греха очищает от всякого греха это значит ни греха ни последствий вы знаете что всякий грех несет последствия у всякого греха есть последствия 8 стих если говорим что не имеем греха когда мы согрешаем и говорим ничего страшного я считаю что я прав почему я должен уступать если говорим что не имеем греха обманываем кого самих себя истины нет в нас если исповедуем грехи наши то он будучи верен верен и праведен простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды если 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 вы видите если 6 стих если 7 стих начинается если 8 стих опять если 9 стих если 2 глава 1 стих 1 стих дети мои пишем чтобы вы не согрешали а если кто согрешил мы имеем ходатай если условия условия соглашения завет всегда имеет соглашение 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Мы нарушаем завет Ясно? Он все сделал То, что у вас в браке проблемы Бог здесь вообще ни при чем То, что с детьми вашими проблемы Бог вообще здесь ни при чем Вы видите, только родился Уманоя сын Что произошло? И Бог начал его благословлять А потом и действовать начал через него Бог здесь ни при чем Наши Наши соглашения Я сколько раз слышал таких историй Сам через это проходил Сидит парень в тюрьме Вот арестовали его В РОВД Сразу начинает Господи, прости меня Вот обещаю тебе Вот если сделаешь так, что меня выпустят Ну не буду больше я Вот честно тебе Бог, честно Даже говорит Клянусь там и все И он Богу там Его раз выпускают Ну это же тоже своего рода соглашение Богу оно понравилось Это соглашение Когда человек ему обещает Господи, больше не буду грабить людей Все Все Буду устроить на работу Господи, устроить на работу Буду работать на заводе Все Такие вещи говорит Хорошо Следователь Ну ладно, иди Так уж и будет Или какие-то обстоятельства Вышел Случайность Подфартило Уселся на пять лет Следом На следующий день уже Пять лет Молится, ничего не помогает Говорит потом Бога нет Вот так и в жизни Дух Божий действует Или бы не действует Вообще нет разницы Это не в особенности человека Особенный он Ничего особенного Не было в Самсоне Бог не выбирает Так особенных Каких-то людей Ему важен завет Есть завет Он действует На всех Одинаково Какой бы ты ни был человек Так в Писании говорит Что Бог не смотрит На лицо человека Мы-то смотрим На лицо человека Так выбираем Так с кем бы я пошел И на лицо Вот это лицо Оно такое Ничего Вот это подозрительное лицо Какое-то Мне оно не нравится Не подходит А Бог не смотрит на лицо Ему важен завет Он нелицеприятен И если завет Который мы заключили с Богом Мы исполняем Бог держит Мы держим свое слово И Бог держит свое слово Вот почему Дух Божий Действовал В Самсоне И мы принимая Христа Мы принимая верою Сына Божия Его смерть и воскресение Мы тем самым Входим в этот завет И мы подтверждаем Этот завет Водным крещением Мы идем в воду Мы говорим Запиши меня На водное крещение Женя Запиши меня Я хочу креститься Все Мы ждем этого Мы потом Идем в воду И мы умираем Мы говорим Господь Я подтверждаю Я подтверждаю Ставлю печать Я расписываюсь Я расписываюсь Да Я с тобой в завете Все Крещение Веруешь Верую Обещаешь Обещаю На основании твоей веры Твоего обещания Крестим тебя Подтверждаем Присутствие людей Бога Ангелов Дьявола Крестим И вышел из воды Галилуя Завет А теперь Исполняю ли я его Еще раз Если ходим во свете Седьмой стих Имеем общение Друг с другом Кровь Иисуса Христа Она очищает нас Естественный процесс Если говорим Когда согрешаем Говорим Да Я согрешил Не ищем оправдания Бог прощает нас Если исповедуем грехи наши Или В нас истина пребывает Если исповедуем грехи наши Исповедуем Говорим их Богу Бог Да Я согрешил Я сделал это Прости меня Господи Прости меня Я это сделал Написано Он Будучи верен и праведен Простит И очистит Очистит И он Свой завет держит Нам нужно У нас в жизни Очень много львов Которые выходят Молодых львов Которые выходят К нам На нашу дорогу Не правда ли А сколько людей Которые хотят Нам напакостить Что-то сделать Иногда Это бывает Тысячи А как справиться С этим Как с этим справиться Как пройти Через предательство Как Как с этим справиться Человеческой силой Невозможно Нам нужно Чтобы Дух Божий Действовал через нас Нам это необходимо И Бог Хочет в этом Помогать нам Он хочет действовать Через нас Могущественно Знаете Концовка истории Самсона Она очень удивительно Поражает Волосы отросли У него Так бывает Когда ты начинаешь Волей или неволей Снова исполнять завет Вина тебе никто Не дает Уже там Ну Представьте Вот его привязали К этой Мельнице И он как волу Так вот Каждый день Он Они туда зерна Подсыпают А он каждый день Ходит по кругу По кругу так Знакома вам такая Жизнь по кругу Одно и то же Каждый день Одно и то же Вина не дают Секеры тоже Нечистой пищи Тоже не дают Хожу по кругу Парикмахерскую Не водят Волосы отрастают Иногда Бог Нас вот именно В такое положение Глаза Глаз нету Теперь на женщину Не посмотришь Уже все Как без глазом Да Когда глаза Мы так Женщину бы какую-нибудь Посмотреть Да раздеть ее Где-нибудь А глаз-то нету Все Как На ощупь Никто и не дает Тебе слепому Иногда Бог Нас помещает В такую ситуацию Чтобы вернуть Нас К себе Чтобы возобновить Завет Который он Заключил с нами Чтобы вытащить нас Вот из этого Круга Который мы ходим Который мы ходим И он помещает нас Где волей-неволей Завет начинает Восстанавливаться И волосы отросли И Самсон Почувствовал силу Не свою Человеческую Вдруг он почувствовал силу Вроде бы Ты же наоборот Должен терять ее То есть Ты уходишь И этот камень Вокруг Крутишь и крутишь Ты должен потерять ее А вдруг он почувствовал силу И на одном из торжеств Там какой-то праздник был Люди собрались Колонны Здания Говорит Давайте приведем Самсона Мы Потешимся над ним Над этим силачем И привели слепого Самсона И они начали смеяться Тешиться над ним И он мальчику Поводырю говорит А тут прислониться бы мне Так Приведи меня Куда Прислониться Прислонил его там К опоре И помолился Самсон И двиганул эту колонну И она обрушилась Все Где люди сидели Все обрушилось И придавило всех филистимлян И там написано Что В этот день Погибло столько Столько врага Что за всю свою жизнь Самсон Не одерживал столько побед Рывок Концовка Концовка хорошая С одной стороны Бог вернул Свой завет Самсон погиб Но завет был восстановлен Друзья мои Братья и сестры Вы должны понимать Сила В завете Которую Бог заключил с нами Держитесь этого завета Верьте Доверяйте Богу А если вы вдруг почувствовали Что Бог перестал действовать Через вас Может быть в этом есть причина Может быть стоит Что-то изменить Может быть стоит Что-то оставить Давайте мы встанем Помолимся Господи Во имя Иисуса Христа Небесный Отец наш Спасибо тебе Господи Сегодня за это время Спасибо тебе за слово Твое Которое мы Сегодня слышали Боже Благослови нас И мы благодарны тебе За этот завет В крови Который ты заключил Со всяким Кто поверил в тебя Помоги нам быть верными Твоему завету Господи Действуй через нас Могущественно Пусть твоя сила Пребывает на нас Когда Когда грех приходит Когда враг приходит Когда приходит искушение Во имя Иисуса Христа Благослови нас Наши семьи Наши дома Господь И пусть придет Твое исцеление Туда где боль Туда где болезнь И страдания Во имя Иисуса Христа Боже оживи Тот дух Который умирает Тухнет Господь прости И очисти И пусть кровь Твоя святая Она моет нас Слава тебе Вечный Бог Поклоняемся тебе Я также молю тебя О всех нуждах Которые мы имеем Господи Здесь В этих записках Которые лежат В этом ящике Ты знаешь их Господи И мы все даем В руки Твои Благословляем Во имя Иисуса Христа Всякую нужду Всякую боль Всякую просьбу Всякую молитву Ответь Господи Ответь Благослови Господь Наших детей Благослови нас На работе Благослови Господи И так же Нашу страну И наш город Во имя Иисуса Христа Мы славим тебя Поклоняемся тебе И ты один Достоин всей хвалы Господи Распусти нас С миром Пусть благодать Твоя Наполняет Наши сердца Хвала тебе Добрый Бог Честь тебе И поклонение Вечно живому Богу нашему Отцу и Сыну И Святому Духу Аминь Слава Господу Братья и сестры Собрание наше Закончено Пусть Бог Благословит вас Приветствуйте Друг друга Можете пообщаться Друг с другом В воскресенье Мы имеем служение Суббота Детский день Воскресенье Служение В 11 часов Благослови вас Бог Благослови вас Бог